здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы разбираем вот этот вот красивый рукав как связать такой рукав на махеровом свете ручки не спешите выключать видео потому что здесь я дам много информации вернее очень во многих вопросах хочу с вами поделиться посоветоваться поэтому прослушайте пожалуйста до конца видео и оставьте обязательно свой комментарий по поводу моих вопросов и параллельно я буду рассказывать этот рукавчик как связать видите на лицевой глади вот такие вот жгуты так значит вяжем мы набираем петли и вяжем первые два ряда резинкой один на один набираем нужное количество петель для вашего размера все размеры все это будет следующих видео на все размеры так что не пугаемся это видео как части целого сериала вот сейчас я все буду рассказывать девчонки вот я беру два маркера у меня 36 петель сама коса 16 петель то есть мне нужно 36 петель минус 16 20 петель то есть 20 и 20 отделить по обеим сторонам от косы что я 10 и 10 всего в сумме 20 раз два три 4 5 10 петель и здесь вот тоже раз два три 4 5 10 петель отделила сейчас я провяжу коса вяжется в изнаночном ряду и в лицевом ряду а я сейчас нахожусь в изнаночном сейчас пока провяжу изнаночный ряд начну рассказывать значит что я девчонки придумала не знаю одобрите вы мне не одобрите но начала вязать вот первый свитер с рукавом как бы с этим эти популярные рукава в махеровых свитерах очень много их сейчас в интернете я все хочу под не все ну хотя бы какую-то часть из них попробовать вот и хочу знаете что сделать я хочу сделать как бы разделить на несколько видео основу базовый махера свитер из махера разобрать на все размеры как бы саму базу плюсы как отдельные вот как вот это вот видео будут разные варианты то есть по этой базе вы сможете связать или либо скомпоновать себе тот свитер который вы хотите то есть я дам основу и дам варианты и варианты исполнения так это первый вариант вот рукав с вот этой вот косой сейчас я еще буду рассказывать потому что в голове информации много сейчас покажу как вяжется вот это вот именно коса где мой рукав не сшитый 2 вот он вот так вот у нас выглядит коса видите то есть на лицевой глади обычному косу отделяем от основного полотна изнаночной гладью в этом же узоре видите это коса это по сути одна коса которая идет на лицевой глади поэтому она так и выглядит вот коса состоит из 16 петель которые у нас находятся по центру не отделены маркером так вот провязала я вот эти вот 10 приспособилась эту косу вязать вот таким вот толстым крючком первое сама коса делается на две части по 8 петель в первой фазе у нас мы снимаем первые 4 петли 1 2 3 4 и оставляем за работой провязываем следующие 4 петли и теперь провязываем петли со вспомогательной спицы 4 то есть 8 петель мы поменяли местами 2 4 у нас расположилась поверх 1 то есть вот это первые наши 8 петель косы далее следующие 8 петель мы снова снимаем 4 петли оставляем перед работой и провязываем следующие 4 петли и возвращаемся к этим снятыми петлям вот вторая часть нашей косы то есть здесь вот эти 4 ушло вправо а здесь 4 петли ушло влево у меня умерла лампа лампа у меня потухла и не хочет загораться но я думаю здесь уже я буду рассказывать и я думаю вы поняли 4 петли переброс сюда 4 переброс сюда вот они видите вот эти центральные 8 петель они расходятся по сторонам и вот так все время идет теперь мы вяжем лицевую гладь то есть в лицевом ряду лицевые петли в изнаночном ряду изнаночные петли всего еще пять рядов то есть переброс у нас будут через пять рядов шестом и теперь далее рассказывая про свою пока буду вязать рассказывая про свою как бы идею вот хочу сделать такую серию этих мастер-классов значит по которой мы сможете связать скомбинировать свой свитер первое сначала я сделаю базу как бы перед спинка на все размеры далее буду снимать как бы варианты рукавов варианты горловин вырезав горловин вот то есть как можно этот базовый свитер варьировать за основу я посмотрела я возьму вот этот который от зары я вам показывала в обзоре вот и воротник такой покажу и сам что хотел о вас попросить если у вы видели как бы если есть у вас в закладках сохраненные фотографиях каких-то вот именно из мохера этих с этими рукавами сейчас популярные свитера пожалуйста присылайте мне где угодно в любую социальную сеть в описании под видео все мои ссылки на мои соц сети присылайте либо же пишите в комментариях вот допустим какой вам интересен вырез либо какой важен интересен рукав вот либо либо вы по-другому как-то видите этот классический свитер в общем пишите все свои мнения и еще пишите размеры вас интересующие я попробую просчитать я просто решила так сделать потому чтобы один раз просчитать вот эти размеры вот эту базу и просто потом варьировать как бы уже по вашему желанию то есть уже независимо от меня вы сможете связать свитер допустим даже классический без без рукавов и взять какую-то пряжу до секционные либо разноцветную и взять и связать просто обычный свитер но из красивой пряжи по этим расчетам да вот для этого я хочу это сделать но еще одна у меня цель я хочу немного заполнить свой этот магазин найти чтобы там было какое-то разнообразие ну а вязать в холостую мне не хочется поэтому у меня возникла вот эта вот идея как бы сделать таким вот образом то есть связать несколько свитеров по одним расчетом но как бы чтобы они варьировались были разные горловины и разные рукава либо разная другая отделка такая вот идея у меня девчонки пришла не знаю пишите свои мнения пишите свои пожелания о да будет свет так еще смотрите еще два ряда я вижу то есть перебросы я это делаю в каждом шестом ряду то есть часть опять провязываю и в шестом ряду я буду делать снова или если это считать первым рядом то потом я еще провязываю 5 любом случае 6 рядов у нас цикл общем принципе девчонки я все сказала сейчас вот буквально наверное следующий месяц я у меня сейчас в голове три горловины одна такая стоечка как в этом базовом от zara свитере 2 лодочкой и 3 v-образный вырез именно для этих свитеров из мохера и два три варианта рукавов вот это все будет в отдельных видео то есть одно видео будет база разобранная на как бы на все размеры то есть просчитана база и далее просто отдельные видео 2 допустим такая горловина об следующие видео такая горловина то есть вы берете видео базы а потом уже отталкиваясь от нее варьируете допустим берете рукав оттуда горловину оттуда то есть все по вашему желанию как вам нравится то есть по вашим пожеланиям девчонки вот смотрите я последний ряд вижу и буду перебрасывать чем напишите мне ваше мнение ваши пожелания вот как вы видите свой идеальный свитер из мохера такой чтобы вам было в нем уютно хорошо и комфортно и вы чувствовали себя самой красивой вот ну а следующее видео у меня будет с базой папа ну то есть а сосновой чтобы вы уже понимали вот с расчетом пряжи и и размеров расчета потом уже начнем варьировать все свои вот смотрите я про здесь у меня 12 смотрите 1 2 3 4 5 6 да я считаю от этой дырки ряды и снова делаю сейчас я не буду снимать я просто вот так вот вижу 4 сняла сюда поменяла местами кому неудобно делайте как я вначале показала то есть со вспомогательной спицей но все девчонки жду ваших мнений и ваших пожеланий и отталкиваясь от них план на ближайший месяц я думаю уже намечен будет далее а далее посмотрим еще заказала пряжу знаете там топ один летний мне понравился этого дизайнера брюнелло кучинелли интересный такой неплохо несложный и такой интересненький что его я тоже свяжу ну поп уже ближе к лету вот она видите вот есть и наша коса вот так вот она выглядит дети потом разутюжена виде симпатично так вот девчонки все на сегодня все с вами была вика из школы рукоделия всем пока пока